Добрый день, коллеги! Рада вас видеть, рада начинать новый сезон вебинаров. И сегодня мы с вами поговорим об умных игрушках. Но прежде чем я начну рассказывать, пожалуйста, дайте обратную связь, хорошо ли меня видно и слышно. Если хорошо, нажмите на огонёк, пожалуйста. Когда вы видите, что огоньков много, а у вас всё в порядке, то, пожалуйста, не нажимайте, значит, всё в порядке, всё будет просто замечательно. Ну что ж, давайте будем говорить про умные игрушки. Почему я начала этот разговор и выбрала эту тему? Опять-таки по запросам вас и ваших коллег, потому что часто слышала такие фразы, ну, например, эпохальная уже фраза «Нам купили дары флёбеля, они лежат у нас в плодовке, мы не знаем, что с ними делать». Или, например, у нас есть такой запрос, ну, руководство велит или там вороной, или кто-то заниматься информатикой с детьми, а мы не знаем, как это делать. Или надо робототехнику вводить, все сады ввели давно уже, а мы ещё нет, но какие конструкторы выбрать и вообще с чего начать, если этих роботов руках не держали. Вот такие вот запросы. Вы, пожалуйста, если хотите, тоже напишите свои запросы по модернизации игрушечного парка, если можно сказать, в чат я их буду читать и по возможности на эти вопросы отвечать. Да, дары флёбеля – отличная вещь, согласна с вами Маргарита. Поэтому сегодня поговорим о тех игрушках, которые, во-первых, обогатят предметно-пространственную среду вашей группы, во-вторых, помогут вам идти в ногу с прогрессом и оставаться классным современным воспитателем, на который равняются коллеги и хвалят начальство, ну и, в-третьих, решить те вопросы, которые возникают перед воспитателем, ну, допустим, в группе инклюзивной или в группе, в которой собрались детки с разным уровнем развития, сейчас разновозрастные группы есть, почему нет. Поэтому задавайте вопросы, а я уже начну говорить о том, для чего нам вообще игрушки и для чего они служат детям. Об этом поговорю совсем немножко и будем уже обсуждать конкретные игрушки. За дошкольное детство ребёнок проходит огромный путь развития, и на этом пути его сопровождают игрушки. Действительно, путь развития огромный, потому что за вот те несколько лет, который ребёнок находится с вами в детском саду, он должен усвоить всю материальную и духовную культуру человечества. На самом деле детство — это тот феномен, который не всегда был в жизни людей, и когда-то дети прямо переходили из детского состояния во взрослое, то есть начинали сразу же вести взрослую жизнь. Но чем дальше идёт прогресс, тем больше развивается цивилизация, тем детство удлиняется, и это закономерно, потому что время, за которое ребёнок может усвоить все достижения культуры, оно удлиняется, потому что достижений становится больше. Ольга, вопрос услышала? Для дорог Фрёбеля дойдём и отвечу. Хорошо. То есть в сегодняшнем детстве детки должны пройти несколько таких важных этапов развития игры, и вот за эти этапы они должны усвоить нашу культуру. Вообще, откуда взялись игрушки и игры, когда возникла такая ситуация, что ребёнок ещё не вырос до состояния взрослого человека, ознакомить как-то нужно с орудиями труда, с жизнью, социальной жизнью общества. Появились заменители, предметы-заменители. Но сначала это были маленькие копии орудий труда, ну, например, маленькие копья, маленькие луки и стрелы, маленькие куколки, маленькая косотка, а потом уже количество этих предметов стало увеличиваться, и они приобрели такой детский нарядный облик. Про игрушки с ТНР будет тоже в вебинаре, поэтому там ответ я вам дам. Какие этапы работы с игрушками приходит ребёнок? Первое – раннее детство, и это очень важный этап. Мы, к сожалению, его не застаём, потому что это приходится на развитие ребёнка в семейных условиях, и мы сталкиваемся только уже с последствиями. За раннее детство, начиная с плоденчества и заканчивая где-то двумя годами, ребёнок должен усвоить манипуляции с разными предметами, то есть научиться пользоваться всеми предметами, которые вокруг него есть. Сначала это освоение свойств предметов, то есть они бывают там лёгкие, тяжёлые, разноцветные, шуршащие, вкусные, невкусные и так далее. И для этого у ребёнка должно быть много-много-много всяких предметов для опытов. И не только игрушек, но и предметов из нашего обихода, если они не опасны для ребёнка. Поэтому неправы те мамы, которые закрывают все шкафы на замок и не даёт ребёнку поиграть, например, с кастрюльками, крупой, тряпочками и так далее. Это всё обогащение опыта ребёнка, и потом это сказывается на том, как он будет развиваться дальше. Кроме того, ребёнок учится в этом возрасте собирать предметы, то есть относящие действия из нескольких предметов, собирать что-то единое, целое, ну как, например, пирамидка. И ещё обучается на таком орудийном уровне сравнивать предметы по форме, по объёму, по величине и делать какие-то свои выводы. Поэтому в этом возрасте у ребёнка должно быть много вот таких вот игрушек, которые состоят из нескольких составных частей, ребёнок должен сложить их в единое целое, и игрушек, которые его будут учить ну просто орудийной деятельности. Это молоточки, ложки и так далее. И третий момент малышового детства — это движение в пространстве. И вот здесь проблема. Проблему мы с вами уже решаем ближе к 5-6 годам, когда понимаем, что ребёнок не знает, где право, где лево, где вверх, где низ. И оказывается, что чтобы вот эти понятия ребёнок усвоил, у него должно быть много опыта разного движения в пространстве. А когда ребёнок ограничен детской комнатой в своей квартире, и у него мало, например, прогулок или на прогулках он ограничен, потому что мама боится и не даёт ему прыгать, бегать, падать в луже и так далее, то вот эти пространственные навыки, они тоже формируются с опозданием. Ну и, конечно, первые попытки конструировать, они тоже относятся к этому возрасту. Ну и когда мы с вами уже встречаемся с нашими воспитанниками, мы начинаем играть с предметами, но это уже предметная деятельность. То есть если ребёнок до этого возраста исследовал все свойства предметов и уже начал немножечко ими работать, то здесь уже самое главное, чтобы ребёнок получил навыки работы с разными предметами. Ну и здесь важно обучить ребёнка правильно с этими предметами работать. Ну, то есть держать предмет и как бы не только объяснить ему, как держать ложку, но и он должен усвоить это телесно, как лучше держать ложку, молоточек, ручку, карандаш для того, чтобы действие было успешным. После этого вы можете заметить переход на следующий этап, когда дети начинают играть с предметами-заменителями. То есть обычная палка, она может стать ложкой, градусником, оружием и так далее. И это тоже важный момент, который говорит о том, что мозг ребёнка созрел, и он теперь мыслит не столько предметами, сколько образными. Появляется образное мышление, и ребёнок способен к фантазированию, к креативности и к разнообразной деятельности. Следующий этап, который мы проходим, это сюжетно-ролевая игра, примерно 4-5 лет. И мы здесь видим тоже как бы два шага. На первом шаге дети проигрывают сюжеты, и это бесконечно там сварить суп, кукли, накормить, сварить, накормить и так далее. Там у мальчиков, может быть, покатать машинку, закатить в гараж, выкатить и так далее. После того, как ребёнок усваивает такие сюжеты из жизни взрослых людей, он начинает играть в роли, и здесь они все становятся продавцами, медиками, парикмахерами, пожарными и так далее, и усваивают взрослые роли. Ну и последний этап, это уже предшкольное детство. Здесь должны появиться игры по правилам обязательно, когда мы усваиваем с детьми и показываем детям, как устроено правило, как устроено правило в человеческом обществе, как работают законы, как правильно и неправильно, как честно и нечестно можно поступать. Ну вот через такие этапы мы проведём игру. И что же у нас происходит в современном мире? То есть то, что я рассказала, это такой идеал, к которому мы стремимся. Но в современном мире, в наших группах, мы видим вот что. Мы видим, что у деток присутствует недостаток чувственных ощущений, сенсорных ощущений от предметов, то есть у них не было возможности вот эти ощущения получить, потому что среда была, может быть, богатой, конечно, может быть, обеспеченной, но достаточно однообразной. Дальше идёт сокращение времени на игру, и это, на мой взгляд, катастрофа, потому что детки с 4 лет, кроме детского садика, где у нас у многих ещё обязательные занятия, только немногие детские сады переходят на другие формы работы, к сожалению. У деток, кроме того, ещё появляются по одному, два или три кружка или секции, в том числе английский язык, вот самый обязательный, какая-нибудь робототехника, танцы или какой-то ещё сложная физическая нагрузка, именно сложная такая, но и времени на игру не остаётся. Дальше у нас уже нет условий для спонтанной игры, то есть традиция дворовых игр, она уходит в прошлое, во дворах дети играют всё реже и реже, дворовых компаний нет, им некогда, они в кружках. И в результате у детей отсутствие игровых навыков, то есть они вместе играть не умеют совсем. Они не понимают, что такое соблюдать правила, они не учитывают друг друга в играх, ну и да, это катастрофично. И ещё одна такая очень серьёзная вещь – это уход игры в виртуальное пространство, потому что трёх- и четырёхлетки вполне себе спокойненько могут включить на телефоне себе игру и в этой двухмерной игре сидеть бесконечно долго, пока родители делают свои дела. С этим всем мы сталкиваемся, и как результат… Ну да, Ольга, я сталкиваюсь с этим каждый день, когда умный ребёнок, который знает всё про будущее, про роботов, про программирование, не умеет держать ножницы, например, и не знает, как договориться с приятелем и разделить там баночку красок на двоих. Вот. Всё это есть, что мы можем сделать. Мы можем вот все эти вещи по возможности дорастить, пока ребёнок ходит в детский сад. Потом будет поздно, потом будет гораздо сложнее это делать, но в детском саду ещё можно дорастить. Поэтому сейчас требуются и востребованные, у вас появляются новые игровые пособия, которые предполагают системный подход, то есть движения от лёгкого к сложному, которые привлекательны для современного ребёнка, пособия, в которых одновременно присутствует возможность работать на разных уровнях сложности, то есть, допустим, ребёнок с задержкой развития и маленький гений могут взять одну игровую коробку, взять разные задания и каждый в меру своих сил эти задания делать. Ну и, конечно, учёт требований современных технологий. Не забываем, что роль игры – это подготовка ребёнка к взрослой жизни, овладение культурным достоянием, ну а в нашей культуре сейчас есть не только лопатки, весы продавца, что ещё, градусники доктора, но есть ещё и компьютеры, есть компьютерные томографы у врачей, есть разные сложные приборы, ну и было бы, наверное, очень недалиновидно не готовить ребёнка к этой новой жизни. Поэтому учитываем требования современных технологий и современной организации мышления, которую мы тоже стараемся детям примить. И здесь очень хорошо помогают авторские системы, воспитания и игровые пособия, которые были созданы какие-то в начале XX века, какие-то ещё в конце XIX века, но были люди, наши с вами коллеги, которые смотрели далеко вперёд и создавали эти пособия, которые мы сейчас можем пользоваться с огромным успехом для того, чтобы решать наши современные задачи. И мы сейчас поговорим в обзоре о авторских системах педагогических, которые были созданы далеко до нас, а после этого поговорим отдельно о развитии инженерного мышления, потому что это, на мой взгляд, очень важная и востребованная вещь. И ещё поговорим про умные игрушки, такие, как системы для создания роботов, конструкторы и так далее. Но начнём с истории, потому что эта история не устарела, совсем она вот рядом. Итак, Мария Монте-Сори. Будем говорить о системе Монте-Сори. Это прекрасная женщина, врач. Она работала в клинике для детей с ограниченными возможностями. Тема, скажите, что востребована сейчас у нас тоже. Мы работаем с такими детками, и они появляются в инклюзивных группах. И она была одной из первых, кто разрабатывал методы педагогической коррекции. И очень успешно. Она в начале 20 века открыла школу для педагогически запущенных детей. И с помощью своего метода она довела их до уровня, ну, то, что сейчас называется, нормотипичных детей. Как она это делала? Она создала некую систему, которая помогает ребенку нарастить его сенсорный опыт очень быстро и научиться действиям с предметами. Вот как раз то, что у современных детей редко появляется. Интересный принцип, который тоже используется до сих пор, это самостоятельность ребенка, то есть взрослый только помогает, только подсказывает, как можно поработать с тем или другим пособием, а дальше ребенок уже сам работает с этим пособием. Ну и создание обогащенной среды, в которой ребенок может выбрать много-много для себя и наиграться. По задумке Марии Монте-Сори все помещения разбиваются на зоны, зона практической жизни, очень важная для нас, тоже очень важная, причем в зоне практической жизни, в отличие от традиционных детских садов, не имитации бытовых приборов, а маленькие, настоящие, живые электрические приборы, то есть там может оказаться маленький настоящий утюжок, небольшой чайник, который кипятит воду и так далее. Конечно, все это под присмотром взрослых людей происходит. Дальше, сенсорная зона, где можно исследовать предметы разные по своим свойствам, математическая, языковая и космическая, там, где мы знакомимся с разными природными явлениями. Согласитесь, что у нас компоновка групп очень близка к тому, что когда-то придумала Мария Монте-Сори. Что еще важно? То, что ребенок имеет свободный доступ к материалу, что он может сам выбирать, когда и чем ему заниматься, и не обязан делиться, если он не хочет. То есть это такая индивидуальная работа. Чем интересна система Монте-Сори для нас? Тем, что это сенсорное воспитание, очень хорошее формирование сенсорных эталонов, то есть как мы представляем себе цвета, формы, пространство, величина и так далее, и то, как мы можем этими предметами оперировать. Ну и сразу же достоинства и недостатки. Из достоинств метода — это самостоятельность ребенка, это неограниченное время, то есть если ему что-то нужно изучить, а дети по природе, они стремятся к знанию, к тому, чтобы научиться делать то, что не получается, поэтому ребенок бесконечно долго может сидеть с какой-то игрушкой для того, чтобы для себя обрести какой-то хороший навык. Дальше. Это огромное разнообразие игр, и это разновозрастные группы, что очень хорошо. Монте-Сори метод не используется у нас в чистом виде, и на это есть основание, потому что при вот таком разнообразии сенсорного опыта не затрагивается творческая эмоциональная сфера, нету игр сюжетных, ролевых, то есть то, что нужно на более поздних этапах развития, и очень мало межличностной коммуникации. Поэтому если ребенок занимается в Монте-Сори, то потом в обычной школе ему становится плохо. И при переходе из Монте-Сори детского сада в обычный детский сад возникают проблемы с коммуникацией. То есть если уже Монте-Сори, то потом идти в какую-нибудь школу, которая тоже придерживается вот такой вот точки зрения, благо, что такие школы уже есть. Либо использовать метод Монте-Сори как часть воспитательного педагогического процесса, но удачное очень использование. Я видела, когда в детском саду есть в Монте-Сори группа одна на всех, но дело было еще до коронавирусной времена, поэтому, да, там могли заходить дети из разных групп. То есть туда приходили на занятия, ознакомление с окружающим миром, занимались там и потом уходили в свою группу заниматься другими делами. Это было очень удобно. Ну, немножечко про пособие Монте-Сори. Показываю все-все-все очень быстро. Может быть, вы их закупите, может быть, вы сделаете самостоятельно, потому что они в продаже есть, но они стоят недешево. Зато есть умелые воспитатели, умелые папочки, помощники, которые могут вам сделать эти пособия самостоятельно. Ну, если понимать, по какому принципу они строятся. Ну, вот такие вот интересные вкладыши, которые помогают ребенку усвоить цвет, форму и величину. Ну, и вы видите, что здесь не только треугольник, квадрат и кружочек, которые у нас традиционно есть, но и такие более сложные фигуры. Разнообразные игры на сопоставление. Вот это самодельная игра, то есть сопоставить цвет и прицепить прищепку на тот цвет, который ей соответствует. Разные игры на свойства предметов. Ну, это вот классические пособия Монте-Сори, розовая башня, состоит из кубиков, то есть первый самый большой 10 на 10 сантиметров, потом 9 на 9, 8 на 8 и так далее. То есть здесь мы сравниваем по величине, формируем понимание большой-маленький, ну и учимся строить пирамидку. Точно так же работает пособие коричневая лестница, но здесь мы уже смотрим на понятие толстый-тонкий, развиваем также моторику, то есть здесь такие вот ребра, блоки, которые различаются толщиной. Цветные цилиндры, в которых идет сравнение сразу же по нескольким параметрам, то есть они могут быть разной высоты, разной ширины и разного цвета. То есть здесь очень важно цилиндрик поставить именно на свое место. Довольно непростая задача, иногда, честно, даже для взрослых. Ну и вот такой вот геометрический комод, где вы видите уже некую такую специализацию, то есть если вначале детки сравнивали там треугольник с квадратом, то вот в этих фигурках уже нужно сравнить, допустим, кружочки по величине или прямоугольники по разным параметрам, или разные виды треугольников. То есть в системе Монте-Сори все идет от легкого к сложному. Также необычное пособие, развитие тактильных ощущений, этим мало кто занимается, но вот у нее созданы вот такие вот интересные картинки, интересные пособия, парные картинки или парные дощечки, которые одинаковые по гладкости или шероховатости. И ребенок с закрытыми глазами должен найти парные таблички. Тактильное лото – это на ту же тему, то есть здесь с закрытыми глазками нужно найти пару похожих поверхностей. То же самое доски для ощупывания, с разной шершавостью, шероховатые таблички. Цветные таблички, их в системе Монте-Сори много, то есть первая коробочка, первый набор – это локальные самые понятные цвета, дальше мы уже переходим к дополнительным цветам, потом уже мы рассматриваем оттенки. Но вот здесь маленький секретик, если вам понравился этот набор цветов и хочется его получить, не затрачивая больших средств, то можно пойти в строительный супермаркет большой, и там есть образцы цветов, которые можно взять бесплатно, и из них очень хорошо получаются вот такие вот наборы цветных табличек. Тепловые таблички поверхностей с разной теплоотдачей, здесь уже ребенок изучает понятие теплый-холодный. Весовые цилиндры, разные по весу, и по такому же принципу устроены шумовые цилиндры, в цилиндрах разный наполнитель, там помельче, покрупнее шарики, и они шумят по-разному. Ребенку нужно найти пару, которая шумит одинаково. Как видите, вот все эти наборы предметов, они способствуют тому, что ребенок становится более внимательным к своим ощущениям и начинает различать ощущения, ну, близкие по тону, по теплу, по цвету и так далее. Ну, и плюс, я уже говорила, что в Монте-Сори есть зона практической жизни, где дети учатся не на муляжах, не на игрушках, а на настоящих предметах готовить, мыть посуду, стирать, гладить и так далее. И еще важная такая вещь, которая тоже есть в системе Монте-Сори, это зона для игр с водой. Следующая, у нас есть шумовые кирпичики, вам повезло, отлично. Следующая система, вот сейчас уже про дары Фребеля будем говорить, которые появляются в детских садах и начинают использоваться, но не совсем понятно, чего вообще с ними делать, потому что их много, они разные, но сначала о том, что сделал сам Фридрих Фребель и какие мысли он высказывал. Это человек, который первым заговорил о том, что дошкольное образование — это отдельная наука, и оно отличается от школьного образования. Он же первым организовал детские сады, он же первым стал говорить о том, что в детских садах нужно обучать на основе игры, и он еще делал очень важную вещь, которая до сих пор очень востребована, но не решена. Он предлагал сделать систему образования для родителей, чтобы родители тоже занимались воспитанием своих детей. Мечта наша, правда ведь? Если говорить о его философии, то он отталкивался от понятия пользы и доброты и говорил о том, что дети добры по своей природе, открыты ко всему новому и откликаются на то, что полезно. То есть роль воспитателя — опять-таки предоставить условия для развития, предоставить игры, и потом только чуть-чуть наблюдать и направлять ребенка на какие-то виды деятельности. Вот, собственно говоря, что входит в дары Хребеля. Их в стандартном... Да, дары очень дорого, но, смотрите, их можно использовать. Вот уже спрашивали, можно одну коробочку вообще использовать для всего детского сада, потому что вот в коробке дары Хребеля есть наборы, которые подходят для малышовых групп, и есть наборы, которые вы будете использовать в подготовительной группе. Например, для совсем малышей. Цветные шарики, парные шарики, парных цветов на веревочке. Абсолютно безопасная игрушка, которая помогает детям, во-первых, получить опыт прикосновения к шершавой поверхности, во-вторых, понять траекторию движения круга, потому что шарик на веревочке, его можно вертеть, вот так вот подбрасывать, делать еще всякие интересные вещи с ним. Это первый дар, который мы ребенку даем. Много-много разных упражнений можно сделать с этим мячиком. Я сейчас не буду читать все упражнения, но вы же заберете презентацию и сможете их сделать. Следующий дар – это шар, цилиндр и куб. И здесь уже, как вы видите, усложняется задача. Здесь ребенок знакомится с тремя предметами, причем, заметьте, что это знакомство не с кругом, треугольником и квадратом, а сразу же с объемными фигурами. Они еще привязаны на веревочке, то есть параллельно с ознакомлением с фигурами ребенок еще и постигает траекторию движения. Здесь же показывают, допустим, что шарик катится, а кубик нет, цилиндр катится только если его на бок поставить, и много-много разных вещей еще. Заметьте, что они деревянные, не окрашены никаким образом, чтобы не отвлекать внимание ребенка от того, что нужно ему показать, а именно отформить. Следующий дар – 8 просто деревянных кубиков. Сам Флебель говорил о том, что дары нужно открывать постепенно, то есть когда ребенок исчерпает возможности предыдущего дара, мы даем ему следующий. И это очень логично, то есть вы всегда начинаете с первого дара, потом второй, потом третий, потом к ним добавляем следующие. Причем первые дары, которые уже отработали соло, если можно сказать, мы не убираем, мы их присоединяем к тем, которые отдаем дальше. То есть у ребенка наращивается вот этот вот объем предметов, с которыми он может работать. 8 простых кубиков, просто деревянные кубики, и смотрите, что из них можно выстроить. Вот такие вот фигурки, которые имитируют объекты нашего мира материальные, или вот такие вот узоры, то есть здесь конструирование в двух направлениях. Конструирование предметов трехмерных и конструирование двухмерных разных узоров. После этого 8 деревянных плиток добавляются, потом разнообразные фигурки, брусочки, треугольнички, и конструирование выглядит уже примерно так. После этого мы открываем следующие дары, и здесь уже идет развитие мелкой моторики, вы видите здесь бусины и веревочки. Здесь уже идет знакомство с двухмерными фигурами, геометрическими. Они же используются как счетный материал. Здесь мы сравниваем по величине, по форме, и здесь уже в конце концов у нас появляются цифры. Как это использовать? Использовать можно на всех группах. Пример я вам сейчас приведу. Я думаю, что вот эти два примера вас натолкнут на то, чтобы создавать какие-то авторские игры на дарах Фрёбеля и их использовать под ту тему, которую вы проходите. Ну, допустим, сказка о Золушке. Как мы можем использовать в такой игровой оболочке сказка о Золушке дары Фрёбеля? Построить дом и замок. Выложить дорожки, сравнить длину. Допустим, длинная дорожка, короткая. По какой дорожке лучше идти до замка? Можно смешать мелкие фигурки и попросить рассортировать. Если помните, это одно из заданий, которое мачеха дала о Золушке. Можно придумать бытовые приборы, которые облегчат труд Золушки. Можно сделать для неё бусы и украшения. То есть, в принципе, здесь, если взять сказку о Золушке, то можно даже некий такой игровой проект делать с детьми. Кто-то делает замок, кто-то делает бусы для Золушки, кто-то там расфасовывает мелкие игрушки, да, делает задания Золушки. Или, например, такое тоже проективное занятие уже для более старших детей – галерея современного искусства. Знакомим детей сначала с предметами современного искусства. Можно полистать альбом или виртуальную экскурсию сделать. Благо, сейчас это всё возможно. Показываем детям, рассказываем, что такое галерея. И потом говорим, нужно придумать экспонат в эту галерею. Сначала ребёнок придумывает и проговаривает, какие фигуры ему нужны. То есть, у него есть замысел. Потом он идёт и набирает те фигуры, которые озвучил, создаёт свои экспонаты. И вот здесь нужны коррективы уже, потому что где-то там неустойчивая конструкция получилась, где-то не очень красиво. И потом ребёнок может прийти и добрать уже остальные детали. Затем он даёт название своей фигуре и представляет своё творение зрителям. Вот как тоже такое комплексное занятие можно использовать. После этого можно задать детям вопрос. А что у тебя получилось лучше всего? А что не получилось? Что было самое трудное? Кого бы хотел поблагодарить за работу? Здесь уже и социальное развитие мы тоже включаем. Вот. Если по дарам Фрёбеля есть вопросы, пишите в чат. Я хочу рассказать ещё про один интересный набор, который вроде бы используется повсеместно, но его используют для малышей. Это блоки Диениша. Используем обычно его, когда изучаем круг, квадрат и учим операциям сравнения, но уже в старшей подготовительной группе блоки Диениша, они оказываются незаслуженно забыты и передаются по наследству малышам. Абсолютно зря, потому что сейчас мы в старшей подготовительной группе уже готовим детей к программированию, и они уже кое у кого и программируют, и создают роботов, и пишут для них программы в игровой форме, конечно. Поэтому почему бы не использовать логические блоки Диениша ещё и для того, чтобы познакомить детей с миром информатики. Сейчас расскажу как. Вообще, что это такое? Ну, долго рассказывать не буду, потому что я думаю, что они в детском саду в любом есть. Но вот на всякий случай, у кого их нет, поставьте минус в чат. Мне кажется, минусов не будет или будет очень немного. Вот, не вижу пока минусов, значит, они у всех есть. Что хотел Золотов Диениш, когда создавал свой игровой набор? У него была такая некая дилемма. С одной стороны, уже понятно, что нужно учить детей математике и развивать логическое мышление. А с другой стороны, они ещё настолько маленькие, что мозг не готов к тому, чтобы мыслить абстракциями. И вот эту дилемму он решил таким образом, что создал такой набор, в котором можно изучать математику и использовать их, ну, довольно-таки долго. Детям интересно, детям увлекательно, ну, и очень даже разные абстрактные категории можно создавать. Вот, ну, минусов нету, поэтому давайте не буду долго рассказывать. Вот вам как выглядит, да, этот игровой набор. И мы здесь тоже проходим через всё дошкольное детство с этой игрушкой по следующим этапам. Сначала просто даём поиграть свободно. Понятно, это чего это, чтобы ребёнок нарастил сенсорный опыт. Потом начинаем играть по правилам, потом вводим математические игры, знакомим с числами, с таблицами, алгоритмами. И используем как счётный материал, когда выполняем первые арифметические действия. Варианты могут быть вот такие. Например, для малышей мы используем группировку, предлагаем им сгруппировать по какому-то признаку, подобрать фигуры, подобию. Дальше вот такие вот интересные детектические игры, как цепочка. То есть сложить цепочку из фигур, чтобы рядышком не повторялась, допустим, форма, цвет и размер. Развиваем память и внимание. Игра «Что изменилось?» Фигурки выложили, глазки закрыли, одну фигурку убрали и выясняем, что изменилось. Также на развитие памяти запомни все фигуры и воспроизведи их затем. Чуть позже выкладывание узоров по образцу. Ну, это все проходят. Также, как с дарами Фрёбеля, мы можем двухмерное и трёхмерное конструирование использовать по разным способам. Можем использовать в играх как предметы-заменители. Ну, вот, допустим, сделай, пожалуйста, компот, свари компот из синих фруктов, но не треугольных. То есть задаются какие-то условия, и ребёнок уже в игровой форме тоже учится размышлять. Использовать можно как деньги в игре, в магазин, то есть разные фигурки, разная номинация денег. Как жетоны, как еду, как транспорт, вообще хоть как что, поэтому очень удобно. Игра «Волшебный мешочек», укрепляем межполушарные связи. Формирование абстрактного мышления тоже очень хорошо на этих блоках делается. Каким образом? Мы к коробочке с блоком добавляем ещё карточки-символы. То есть постепенно ребёнка из мира объёмных трёхмерных фигур переводим в мир символов. Вот такие карточки стандартные есть. Есть ещё варианты других, либо люди ещё рисуют сами. Ну, например, работа с карточками-символами. Расселить жильцов. И карточки-символы показывают, какие свойства фигуры должны быть в определённом квадратике. То есть, допустим, в верхний левый квадрат мы поставим жёлтый, тонкий, большой прямоугольник. И так далее. Но надо сказать, что 5-6-летние дети не сразу это делают, они иногда затрудняются, но буквально через несколько занятий уже всё получается очень хорошо. И тогда мы делаем усложнение. Тогда мы вводим зачёркнутые фигурки. Сейчас об этом расскажу. Вот ещё вариант задания. Тоже для достаточно взрослых деток 5-6 лет. Украсим ёлку бусами, когда нам нужно на каждый шарик положить определённую фигуру по своему параметру. Здесь ещё параметры не только фигуры, но ещё и место на картинке тоже у нас зашифрованы символами. Вот такая вот интересная мозаика. То есть нужно найти и выбрать фигурку по определённым признакам и положить её сверху на листочек, чтобы получилась цельная картинка. Здесь же мы на блоках Дениша вводим упражнения с табличками. И это для современных детей очень важно, потому что в современном мире огромное количество информации вводится именно в табличном виде. Освоить вот эти таблички, потом Excel проще дастся в своё время. Ну, точно так же расставить блоки по местам, по определённым параметрам, по двум-трем параметрам, например, сравнение, обобщение. Ну, и самые разнообразные задания тоже даём. Ещё одна важная вещь, которую можно сделать на этом пособии, это работа с областями. То есть здесь мы уже развиваем и совершенствуем абстрактное мышление и мыслительные операции, такие как анализ, синтез, сравнение и так далее. Задание нелегко даётся, но даёт мощный рывок вперёд. То есть здесь, кроме блоков денеж, нужны ещё три обруча или круга каких-то. И мы говорим, что в одном обруче, допустим, будут красные фигуры, во втором обруче будут фигуры большие, а в третьем будут квадраты. И просим детей, рассортируя фигуры, так, чтобы они совпадали с условиями. А потом мы эти обручи накладываем друг на друга, и здесь уже нужно учесть два, а потом три условия. Ну, вот примерно так это выглядит, окончательное решение этого задания. Довольно сложное, но задание очень хорошее. И то же задание, которое мозг детей развивает очень хорошо, это введение функции «не». Когда мы говорим, что, допустим, нужна фигурка не круглая, не синяя, это функция «не», она потом используется в алгоритмах, и это тоже такое не очень лёгкое задание на анализ предметов, ну и очень важно. Логические схемы приближаются вплотную к алгоритмам, когда мы с помощью логических схем показываем, как должны изменяться предметы. Ну, и затем уже вводим вот такие вот сложные вещи, как, допустим, алгоритмы, по которым дети должны подобрать определённый кубик. Ну, вот один алгоритм расскажу, покажу. То есть на начало берём любую фигурку, если она красная, то меняем на синюю, если не красную, то движемся дальше и так далее. То есть на каждом шаге алгоритма ребёнок тоже делает свой выбор. Потом это им поможет, когда будет заниматься уже написанием программ для своих первых роботов. Ну и плюсом к блокам денежа есть замечательное пособие, тоже в презентации, вы посмотрите, как они называются. Есть на каждый возраст, поэтому мой добрый совет, не отдавайте в младшие группы блоки денежа, они очень хорошо помогают старшие подготовительные. Ну и совсем чуть-чуть про палочки кюзинера. Наверняка тоже многие с ними работают. Для тех, кто ещё не работает, просто покажу, что это за пособие. Это счётный материал, который дан вот в таком необычном виде. То есть здесь мы используем не только цифры, сколько линейный счёт, линейное соответствие. Каждая палочка имеет свою длину и соответствует какому-то числу. У чётных палочек красный оттенок, у чисел, которые делятся на три, синий оттенок, у чисел, которые не делятся ни на что, кроме себя, ну, свои определённые оттенки. С помощью этого набора можно делать разные игры, такие, например, как просто выкладывание палочками разных дорожек, это для малышей, разбирание по цветам в логике цвета, группировка по цвету, точно так же, какой палочки не хватает. Разбивание на семейке по числам, лесенка, готовые схемы, то есть есть готовая схема с цветами, ребёнок должен определённую палочку наложить, чтобы получилась у него вот такая конструкция. Знакомим с цифрами, в наборе блоки «Деньше» есть цифры, и они по цвету соответствуют палочкам. очень хорошо на этой игре изучается образование числа и сравнение чисел по величине, там «больше на», «меньше на» и так далее. И точно так же хорошо получается изучить состав числа, ну, и некоторые педагоги используют для более сложных операций, уже и в первых классах, когда нужно сравнить числа, сравнить числа, насколько больше и насколько меньше, и решить примеры, в том числе с переходом через десяток, что представляет для деток определённую сложность. На этих палочках очень удобно объяснить счёт через десяток. Следующее пособие, о котором тоже стоит поговорить, это игры Никитиных. Педагогическая система Никитиных была создана в Советском Союзе. У Никитиных было много детей, и они этих детей очень активно развивали. И для своих деток, и для деток других создавалось много игровых пособий. Я не буду говорить сейчас об этике системы Никитиных, тем более, что в свете последних событий у них есть последователи не очень умные, на мой взгляд, но это моё личное мнение. Ну вот, будем говорить исключительно про пособия, которые хороши. Чем они хороши? Тем, что они имеют задание с усложнениями. Например, игра сложит квадрат, вы видите вот такая вот игрушка, и вы понимаете, что, допустим, эту игру можно предложить всей группе. Кто-то будет целый квадрат вкладывать в ячейку квадратной формы, и это будет его собственное достижение. Кто-то будет складывать квадрат из трёх, четырёх или пяти фрагментов, и это будет его личное собственное достижение. Следующая — это игра сложи узор. Здесь мы выкладываем двухмерные узоры из треугольничков разных цветов. И точно так же в игре есть книжечка, в которой задания идут с усложнением. И есть просто замечательная, на мой взгляд, программа, которая взрывает просто мозг взрослым и безумно нравится детям — это уникуб. Логика как у кубика-рубика, но здесь нужно учесть ещё и внутренние грани. То есть в заданиях есть чёткое указание, какие цвета должны быть на внешних гранях и на внутренних. То есть это освоение 3D-пространства, понимание, что внутри фигуры есть тоже нечто, это нечто нужно учитывать. Ну и это, конечно, первый шаг и очень такой существенный шаг к 3D-моделированию, которого дети просто неизбегнуты. В их жизни 3D-моделирование будет обязательно. У всех я в этом уверена. Это такие авторские системы. Их, конечно, гораздо больше. И, честно говоря, я привела те, которыми я пользуюсь сама, и вижу, что от них есть польза, огромная польза. И те, которые здорово помогают в нашей повседневной педагогической жизни. Ну и ещё хочу рассказать про игры для развития инженерного мышления, потому что я знаю, что у вас просят, чтобы вы развивали у детей инженерное мышление. Это как часть программ присутствует в методике детских садов. И на самом деле это правильное решение, потому что инженерное мышление – это гораздо больше, чем создание роботов из готовых наборов. Это именно мышление, то есть это способность ребёнка создавать новое, быть практичным, создавать предметы, исходя из определённых условий. Это способность не сдаваться в трудных ситуациях и искать много-много разных выходов, потому что ребёнок, воспитанный в духе инженерного мышления, он точно знает, что, во-первых, выходов много, вариантов много, а во-вторых, нет ошибок, есть экспериментирование. Это тоже такая важная вещь для наших детей, объяснить им, что можно ошибаться. Часто дети очень боятся ошибаться. Поэтому говорим об играх на развитие инженерного мышления. Прежде всего, конечно, это конструкторы, прежде чем дать роботов детям, мы даём разные конструкторы. И вот здесь проследите, чтобы они были действительно разные, потому что у разных конструкторов свой набор полезностей. Есть конструкторы без соединения деталей, деревянные варианты разные, есть из мягких, неразгрызаемых материалов. Это очень здорово, потому что их можно давать малышам, они точно не поранятся, точно не съедят кусок кубика. В чём плюсы таких конструкторов? Плюс в том, что можно легко составить модель, не предлагая особых усилий, и достаточно быстро, что для нетерпеливых детей очень хорошо. Ну и минусы там же, где все плюсы. Как легко составляются, так легко и разрушаются. Поэтому к таким конструкторам добавляем следующий вид. Это конструкторы с соединениями деталей, конструкторы типа Лего. И Лего совместимые, сейчас их тоже очень много, и вся семейка Лего, она рассчитана на развитие деток, начиная от, ну, практически от рождения, где есть огромные такие вигурки Лего, и, ну, практически до взрослого состояния, ну, чего греха таить, есть и взрослые, которые Лего увлекаются. Здесь надёжно крепятся детали, здесь фигурка не столь хрупкая, она не разбирается. Ну и плюс в том, что есть наличие схем для сборки, поэтому сначала собираем по схемам, потом уже в самостоятельной фантазии что-то собираем. Ну и не забывайте о том, что кроме Лего, которая очень распространённая, есть ещё и конструкторы с МРТ-креплением, так называемым, то есть там, где детальки можно прикрепить не с двух, а с шести сторон. Крепление есть на всех гранях деталей, поэтому там можно собрать более сложные фигуры, вот как это вот прекрасное животное на моей картинке. Ну и как раз конструкторы с МРТ-креплением используются для робототехники, потому что здесь конструктивных решений гораздо больше, чем в Лего-конструкторах. Конечно, вы знаете конструкторы ТИКО, которые помогают конструировать плоскости и тоже разные уровни сложности есть. Ну и не забываем старые добрые конструкторы из нашего детства, такие вот железяки с колёсиками, которые нужно было собирать с помощью шурупчиков, гаечек и используя инструменты. Здесь что очень важно? Во-первых, то самое использование инструментов, потому что это мелкая моторика и это умение ребёнка пользоваться разными орудиями труда. Это развитие терпения и усидчивости, ну и то, что собранные модели очень прочные, неубиваемые практически, ими можно играть. Я знаю такие конструкторы, к которым добавляются электромоторчики, и это вообще здорово, потому что можно создать вполне себе рабочую машину, которая будет ездить, и она не убивается, не разваливается. Достаточно подкрутить шурупчик, и она будет ездить дальше. Ну и тоже не забывайте про неразборные модели. Они, конечно, дорогие, и они, ну то, что называется, одноразовые, то есть один раз собрал и всё. Но здесь расширяется арсенал работы с инструментами многократно, потому что что-то нужно вырезать, что-то склеить, чуть-чуть там подправить. Соединяются разные детали тоже по-разному, где-то на ось, где-то на штырьки, где-то ещё как-то там, то есть способов соединения тоже больше. Здесь дети приучаются к аккуратности, и здесь появляется именно понимание цены ошибки, то есть почему нужно сделать аккуратно, потому что если сделал неаккуратно, то всё испортил. Но и модели хранятся долго, то есть практически сделал, и она на всю жизнь как память о своей творческой работе. То есть все виды конструктора мы используем. И немножечко про оборудование для робототехники, потому что когда говорят, давайте будем роботов делать, первое, что испытывает педагог на группе, это шок и непонимание, а вообще с чего начать, что взять и как это работает. Несколько линеек есть достаточно успешных и удобных в работе. Первая – это линейка от Лего, то есть Лего-работотехника тоже представлена для всех возрастов. и очень удобно, потому что есть базовый набор, который вы покупаете, и ресурсные наборы по меньшей гораздо цене, которые можно добрать под запрос, под задачу. Также в линейке Лего есть материалы для педагогов, рабочие тетради для детей, то есть покупая набор, вы получаете всю методику вместе с ним, и вы уже даже если далеки от мира робототехники, будете знать, как и что делать. То есть в принципе человек-новичок с нулевыми знаниями в робототехнике легко справится с этой методикой и обучится ему детей. Первое, что можно приобрести для деток, если вы начинаете только эту работу, это Лего первые механизмы. Здесь собираются 8 моделей реальных объектов, есть комплект из 16 занятий, то есть готовые занятия по конспектам вы можете провести, знакомятся с техническими понятиями, ось, точка опоры и так далее, изучают некие детали механизмов, например, колесики в разные оси, ну и здесь уже можно сделать и какие-то свои детали, используя вот эти механизмы. Это еще не программируемо, то есть здесь в Лего первые механизмы мы изучаем чистую механику, к роботам еще не приступаем. Следующие Лего простые механизмы, это следующий этап, здесь собираются уже не 8, а 16 стандартных моделей и увеличивается сложность, то есть здесь есть ручки, ролики, блоки, колеса, оси, точно так же есть комплект занятий для педагога, и все по комплекту занятий можно спокойно проводить. После этого мы уже берем следующий набор, Лего перворобот, который уже может быть запрограммирован и выполнять по указанию ребенка программу, ходить, открывать рот и так далее. У него есть моторчик, и он уже привязывается к персональному компьютеру, и с компьютера мы его программируем. Кроме Лего есть еще другие варианты, потому что Лего более такой популярный, есть еще другие наборы. Есть набор Хуна, который точно так же, как Лего, идет по ступенькам, точно так же, как в Лего, там есть комплекты методических материалов. В чем разница? В том, что здесь МРТ-крепление, крепление с шести сторон, поэтому вариантов создания механизмов гораздо больше, чем в Лего. Для дошкольников берем МРТ-1, МРТ-2, и точно так же их можно уже программировать. И еще одна линейка наборов для робототехники – это экзамен Технолаб. Поищите в интернете, вы найдете. Точно так же можно конструировать разные детальки, разные модельки и программировать их. Сначала механически, а затем уже идет набор введения в программирование, где ребенок учится программировать. То есть то и другое можно тоже брать, точно так же, как и Лего. Ну и еще одна линейка, такая же, по такому же принципу построена, это линейка Роботрек. И по запросу коллег еще немножечко про игровую среду инклюзивной группы, совсем немножко, потому что это большая отдельная тема, но чтобы было понимание. Смотрите, допустим, когда в нашей группе появляются детки с какими-то вариантами ОВЗ, с нарушениями, мы должны подобрать для них те игрушки, которые помогут развиваться им. Но вот, как я уже говорила, все те материалы, которые я перечислила, они разноуровневые, и в принципе деткам они тоже подойдут. То есть вы просто будете какие-то задания давать попроще. Но плюс к этому есть еще игрушки, которые им очень хорошо подойдут, и в то же время их здоровых сверстников тоже развлекут, завлекут, и помогут им развиваться. Но, например, если у нас детки с нарушениями опорно-двигательного аппарата, мы предусматриваем специальную мебель, она тоже есть в продаже, и предусматриваем огромное количество игрушек, которые разнообразят сенсорные ощущения. Здесь можно из того, что я говорила, уже Монте-Сори брать, можно дары Фрёбеля, можно к этому добавлять сухие бассейны, которые для таких деток просто спасение, можно добавлять какие-то наборы для развития мелкой моторики, ну или вот, допустим, доска для рисования песком, которую и они полюбят, и другие детки тоже. Для логопедической группы, вот вопрос про ТНР был, смотрите, для логопедической группы, мы, кроме вот тех центров, которые есть в обычной группе, то есть там центр математики, центр языковой, игрушки и так далее, мы ещё добавляем несколько центров, допустим, центр сенсорного развития, для того, чтобы ребёнок мог развивать свой слух и другие анализаторы, потому что все анализаторы наши связаны, то есть мы будем развивать зрение, у нас каким-то образом будет лучше у ребёнка работать слух и так далее. Будем давать ребёнку возможность потрогать больше разных предметов, развиваются другие анализаторы, то есть в центре сенсорного развития мы добавляем разные звучащие игрушки, музыкальные инструменты и так далее, материалы с различной фактурой, ну и разные записи, то есть здесь может быть детский компьютер или какая-то игра электронная, в которой есть записи разных шумов и звуков. Очень важно для деток с ТНР наслушаться разных звуков, неречевых. Это тоже уже заметили психологи, чем больше ребёнок слушает разных неречевых звуков и их дифференцирует, тем проще ему потом разбираться с речевыми звуками, то есть со звуками родного языка. Также в группы речевые делаем, ну, такой хорошо оснащённый центр развития мелкой моторики, шнуровки, обводки, пазлы, мозаики, конструкторы типа лего, пальчиковые бассейны с разным наполнением. Ну, самый простой, это коробка с какой-нибудь крупой, в которую спрятаны игрушки, то есть здесь работаем на мелкую моторику. Можно сделать центр артикуляции, дыхательный центр или упражнение игрушки для артикуляции тоже куда-то добавить. Это разные вертушки, пёрышки, лёгкие шарики, на которые нужно дуть. Центр развития устной речи, то есть игрушки для того, чтобы ребёнок мог поговорить. Идеально это театральный уголок, его можно сделать дёшево, если вы оборудуете, допустим, настольный театр или кукольный театр с ширмочкой. Ну, настольный театр вот самый такой универсальный вариант, то есть вы можете в этом настольном театре проводить занятия по развитию устной речи. Ну и не забывайте, что есть универсальные игры, допустим, речевые кубики. Обратите внимание на набор «Речь плюс» от издательства «Национальное образование», потому что там есть всё и на разные уровни, и он как бы поможет вам все задачи решить вот одна коробка «Речь плюс». Уголок природы можем дополнить с учётом потребностей детей тоже, например, игры «Кто как поёт», «Кто как говорит» и так далее. А в зоне для активных игр лучше, если у вас будут предусмотрены тренажёры для развития устойчивости, потому что это тоже очень хорошая, интересная тема, нейропсихологическая. Когда ребёнок становится на неустойчивую поверхность, он стимулирует свой мозжечок, и речь его становится лучше. Вот такая вот сложная закономерность, но она работает. Ну и да, место для индивидуальных занятий с логопедом, это, наверное, уже говорить не надо, оно у вас уже точно будет. Вот. Кто задавал вопрос, ответила я вам или нет? Я пока дальше бегу. Оборудование группы для детей с РАС или инклюзивные группы, в котором есть детки с аутизмом. Здесь вам важно добрать оборудование, которое позволит почувствовать границы своего тела. Это могут быть утяжелённые одеяла, это может быть лабиринтик, знаете, такой из мягких матрасов, через который нужно пролезать. Это могут быть разные массажёры для тела, которые ребёнок может использовать самостоятельно. Опять тот же сухой бассейн с шариками, которые они все любят. Предусмотрите зону для индивидуальных занятий с обеднённой средой, то есть здесь мы находим какой-то уголок, убираем всё лишнее, чтобы ребёнок не отвлекался, и в этом уголке проводим, допустим, ЭБИ-терапию или что-то ещё специальное занятие. Предусматриваем уголок для эмоциональной разгрузки, то есть куда ребёнок может убежать и побыть один. И здорово, если у вас детки с аутизмом или детки с нарушениями ментальными, здорово, если у вас будут таблички с рисунками-указателями, которые показывают направление движения. И могут быть карточки ПЭКС, которые помогут ребёнку организоваться. Ну и последнее моё слово про непонятные игрушки, которые вообще никто не понимает. Родители говорят, что за уродцы. В детские сады мы их никогда не покупаем и стараемся, чтобы дети их не использовали, иногда их сами пугаемся. С чем вот всё вот это? Ну вот какие игрушки мы обычно ругаем? Куклы, которые на человека вообще не похожи ни таким образом, не функциональные, но детьми они безумно любимы. И это очень важно, чтобы были вот такие куклы. Потом есть куклы-монстры, вы же помните, да? Вот такие вот куклы бывают у девочек. Вроде бы страшные, непонятные, все какие-то ужасные просто с нашей точки зрения, но хозяйками безумно любимые. Для чего им это? Здесь же мы почти с вами не говорили о развитии эмоциональной сферы, а это очень важно. Посмотрите, у ребёнка есть друг. Этот друг не похож на него, этот друг вообще какой-то непонятный, но ребёнок его очень любит. Таким образом, он создаёт у себя ощущение, что в этом мире можно быть любимым, даже если ты монстр. Или даже если у тебя слишком большие глаза или кожа не такого цвета. То есть та толерантность, про которую мы говорим, она вот прямо этими игрушками транслируется. Здесь есть ещё одна интересная штука. Бывают же повальные увлечения. То есть это у нас прямо проходит волнами. Одному купили эту игрушку, вся группа захочет тоже эту игрушку получить. Здесь вопрос о принадлежности. То есть у нас должно быть что-то, что нас объединяет в единую группу. И мы, владельцы кукол-монстриков, чувствуем себя родными людьми. И нам есть о чём поговорить. Или мы, владельцы бакуганов, можем собраться и тихонечко в этих бакуганов поиграть. И это вопрос принадлежности. Поэтому если не зашкаливает цена, то лучше не вредничать, эту игрушку купить. Для ребёнка это важно. И ещё вот такой момент. Вот такие вот игрушки, поп-ит, нещадно ругаемы всеми. Но вот, допустим, в моих тренинговых группах есть детки ЗПР. И мы деткам ЗПР тщательно рекомендуем приносить с собой на занятия поп-ит. То есть мы говорим, игрушку принёс, поп-ит с собой у тебя, всё, проходи. Нет, значит, бери что-нибудь с полки. У нас тоже они, вот эти предметы есть. Для чего? Для того, чтобы ребёнок мог разгрузиться. Они, не зря эти игрушки выбирают. Стресс огромный. Стресс, допустим, от перехода в садик, от перехода в школу. Проявление СДВГ у каждого второго, наверное. То есть их очень много. И ребёнок неусидчивый, он может заставить себя посидеть, если он вот эту игрушку умёт в руках какое-то время. Поэтому вот такие варианты. Слаймы нами жутко нелюбимые, кубики-рубики, вот эти крутящиеся штуки, я уже забыла, как они называются, они тоже очень нужны, и более того, они полезны. То есть в вопросах игрушки мы соблюдаем с ребёнком некий паритет. Мы покупаем ему игрушки, которые точно полезны, и слушаем его, какие игрушки ему нужны, любимы. И только развивающих игрушек быть не должно, должны быть и любимчики-любимчики, с которыми ребёнок будет делиться своим сокровенным, дружить и обучаться, жить в коллективе. Ну и вот на этом, наверное, всё. Я желаю вам успехов и процветания. Если есть вопросы, их можно задать в почту, можно прийти в группу ВКонтакте, там много статей про детей. Встретимся на следующих вебинарах. И желаю вам хорошего-хорошего года, сезона. Пусть ваши дети будут здоровы и счастливы, и вы тоже. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok